Здравствуйте, это мой блог Ничего Святого с Сергеем Поярковым. И я сегодня, наконец, делаю то, что давно проанонсировал. Я отвечаю на вопросы и комментарии тех, кто смотрит мой канал, подписчиков, не подписчиков, хейтеров, не хейтеров. Итак, наконец-то свершилось, потому что я уже переживал. Ну где же они, платные хейтоботы? Потому что ты настоящий блогер, это никогда у тебя там 3, 5, 10 тысяч подписчиков. Это когда нанимают специальную вонь подзалупную, которая за какую-то копеечку начинает тебя хейтить. И вот наконец-то вчера, you made my day, я увидел волну платных хейтеров. Потому что они все вот в одну секунду, куча людей с какими-то непонятными именами, попытались на меня наброситься. И тут я хотел бы поделиться своим ощущением. Смотрите, это у меня у одного такое счастье. Потому что моих хейтеров зовут как морских свинок. Честно, мы же людей так не называем. Так называют каких-то тупых домашних животных. Вера, Вера. Танюша, Танюша. Аленка, Аленка. Послушайте, тут есть вообще одна телка такая мордакенькая. У нее ник BS7131. Может, она модель своего вибратора переписала, не знаю. Вот как-то я не понимаю, почему. В кино вот проституток, например, зовут красиво там Жан, Виолетта, Изабелла. Почему мне достались какие-то сраные морские свинки? Например, одну морскую свинку зовут ДСА, ДХТ, ХНТ. То есть вы подчеркиваете свою уебищность? То есть вы гордитесь своей убогостью? Или как? Дальше. Смотрите. Мне реально прикалывает, как куча сцикливых сопляжоев начинает мне угрожать. Вот от этого я тыщусь больше всего. Смотрите. Какой-то Витеб. Сиди, не вякай, пока ебло не набили. Какой-то Руденко. Следи за языком, пока ебало не набили. Какой-то Крифта. Мразь ты ответишь за эти слова. Какая-то Слива пишет. Я тебя на улице встречу. Дорогие мои терпилы, вы свои ебланы видели в зеркале? Вы по жизни никого отпиздить не можете. Эта жизнь уже отпиздила вас. Потому что вы сидите и пишете хуйню. Тупорылую, сцикливую хуйню. Никогда не набьет ебало тот, кто много пиздит. На самом деле, ебало может набить тот, кто не анонсирует это событие. Вас жизнь уже опустила тем, что вы сидите и за три копейки пишете эту хрень. Ребята, те, кто могут набить ебало, на самом деле, или сидят, или в шоколаде. Человек, который в жизни чего-то достиг, он не сидит и не пишет хейтерские комментарии. Судя по тому, как вы в интернете смело бьете кому-то ебало, я понимаю, что по жизни вам даже ни одна телка приличная не дает. Потому что вы чмошники. Потому что вам больше нечем заняться, как писать какую-то сцикливую хуйню, что вы кого-то набьете. Ребят, я сходил под четырьмя статьями при Януковиче. Я прошел не одну революцию. В конце концов, у меня знакомых бандитов, как у дурака фантиков. Но я очень четко понимаю, вот какой человек может набить ебало, а какой никогда. Да мне кажется, что там Виппер, Руденко, Крихта, Слива, да это вам регулярно бьют ебало и девки не дают. Потому что вы, сука, такие уебаны, что вам никто никогда не даст. Идите дальше, дрочите в интернете. Лузеры хреновые. Теперь смотрите. Какой-то вот тут, смотрите. А, о, там типа машину береги. Бобики, зелелупы. Вы хоть напишите, какую из пяти моих машин мне беречь. Мало того, у меня еще машин 15, на которых я езжу. Это машины моих друзей. На которых я езжу периодически. Зелелупы, учите матчасть. Теперь какая-то трыда, блин. Толи трында, блин. Вот, бедлятина ебаная, ты пыль оскорбило. Вау. Оскорбило. Это что? Это не от слова оскорбление и не от слова оскорбинка. Оскорбило. Это от слова оскар? Слушай, трыда. Да ты сам бедлан ебаный. Ты научись писать по-русски. Уебок. Дальше. Так, что тут у меня еще? Этот самый... А, о, о, смотрите. Николай Солодкий, он пишет слово деградация. Я даже теряюсь объяснить, что такое деградация. Ребят, вы не только там пиздить никого не умеете. Вы даже пиздить не умеете. Зелелупы хреновы. Вы не пиздить, не пиздить. Вы только сосете свою зеленую икону и дрочите. Но я хочу поблагодарить вас. Потому что вы дрочеры. Делаете полноценным то занятие, которым я занимаюсь. Студя по тому, как убогие набросились на мой блог, еще есть один очень важный момент. Никто из убогих не говорит по сути. То есть они не опровергают какие-то факты. Они не спорят. Потому что платным тупым ебланам просто пишут за негатив. Вот мозга проанализировать, подвергнуть сомнению, сравнить у них нет. Ну поэтому ни один нормальный мужик не будет писать платную херню. Потому что вся эта петушня с жердочки, да за яйца себя укусите. Никогда в жизни вы никому ебало не набьете. Терпиловы хреновы. Тот, кто пишет на бумаге о том, что кому-то набьет ебало, как правило по жизни чмошное, вонючее с циклом. Проверено жизнью. Теперь. Так, вот тут еще очень интересно. Как можно обсирать президента, которого выбрал весь народ? Тупые уебаны. Весь народ выбрал Януковича. Весь народ выбрал Путина, Гитлера. Вы конченные придурки. В демократическом обществе это суть того, что любого президента может обчихвостить, кто хочет. Главное, был бы повод. Трампа херачат по полной программе. А что, вашего сцикливого залибубика нельзя? Да вы просто уебаны, если вы не понимаете, что это задача гражданина в правовом демократическом государстве пиздячить власть. Если до вас этого не доходит по вашей тупости, дрочите в комментах. Дрочите, потому что в конце концов накроет вас в первую очередь. Дальше. Мне тут кто-то пишет. Нарик Галимый. Это мне. Нарик Галимый. Ребят, смотрите, мне, слава богу, ну вот уже скоро будет 54 года. Когда я слышу Нарик Галимый, я могу сказать, что люди в 54 года в нашей стране, это правило, выглядят намного хуже. Смотрите, вот у меня ни одного седого волоса, видите, это в 54 года. Я никогда в жизни не пробовал водку и не пробовал ни одного наркотика. Так что насчет Нарик Галимый, ну как правило, знаете, у кого чего болит, тот о том и говорит. Если у человека проблемы с наркотиками, как правило, он всех вокруг называет Нариками Галимыми. Еще один такой интересный момент. Вот тут вечно народ пытается приплести какую-то гомосятину. Ребят, если у вас и с этим проблем, то есть если у вас есть какое-то нездоровое гомосексуальное влечение к кому-то, или вас в принципе интересует тема гомосексуализма, мне, например, совершенно неинтересно, как какие-то мужики ебут друг друга в жопу. То есть тема мне совершенно чуждая и неинтересная для обговаривания. Поскольку вам все время, вас все время тянет куда-то в какую-то гомосексуальную сферу, есть специальные порно-сайты, где полно гомосятины. Не смотрите вы блоги. Для вас, кого очень волнует гомосексуальная тема, есть специальные сайты для озабоченных. Вот на них вы и обсуждаете эту тему. По этому поводу я хочу рассказать вам отличный анекдот. Вот я вот тут практически себя сравниваю с римским папой. Идет по Ватикану римский папа, и тут мимо него пробегает какой-то прыщевый, вонючий, задыпанный пацан, и бьет его плечо и говорит, ты пидорас! Тут его хватает за плечо и говорит, мальчик, ты знаешь, кто я? Я римский папа. У меня самая большая паства на планете. Я управляю Ватиканом. Да, нашей церкви. Мальчик, да ты понимаешь? Мальчик, да ты сам пидорас! Понимаете, вот опускаться до вот этого, я в отличие от римского папы из анекдота не буду. Поэтому, пожалуйста, любые гомосексуальные сравнения практикуйте с теми, кому это интересно. Я понимаю, что вашу гомосексуальную сущность, к сожалению, вы не можете скрыть. И хочу вам сказать, что большинство преследователей и ругателей гомосексуализма, как утверждают врачи, сами являются латентными гомосеками. Поэтому те, кто эту тему поднимает, у них видно внутреннее гомосексуальное чувство очень сильное, и вот они пытаются его погасить вот этим хейтерством. Вам надо скорее к врачу. Теперь я сейчас поговорю, наконец, о нормальных. А, кстати, вот мне тут еще говорят, что они не мифы. То есть я обозвал Зеленского последователей мифами, малыми интеллектуальными формами. Они вот бифы, без интеллектуальной формы. Вы знаете, я бы просто... Почему я призываю? Я бы мифы мне нравятся больше, потому что как Кличко сносил мафы, точно так же нам надо сносить мифы. Вообще уничтожение мифов, оно как-то благозвучнее, чем бифов. Уже против коров мы ничего не имеем. Я бы очень хотел провести, все-таки с помощью, я надеюсь, аннексии нет, вот какой-то все-таки прямой чат, прямое общение с читателями, прямое общение с теми, кто смотрит мои блоги. Если Женя согласится быть модератором, я с удовольствием это сделаю, и мы об этом объявим отдельно. Теперь мне говорят, что перейдите на украинскую. Вы понимаете, я веду свой канал на... Щиро от всего сердца. Я останні все свои эфиры за несколько лет проводу виключно на украинской мове, потому что формально ци все частоты, они належат державе. Если ты пользуешься государственной частотой в эфире, то ты должен говорить украинскую мову, если ты патриот. Почему я веду блог по-русски? То есть я вам говорю о том, что я и по-английски-то могу вести блог. То есть легко. Просто количество людей, которые будут его слушать, оно будет минимальным. Поэтому я украинским языком закрываю видеоряд на телевидении и русским языком. Я закрываю это дело в своем видеоблоге. Смотрите, дорогие патриоты, я хочу показать, что зельеобищные ублюдки, они не только по-английски, они и по-русски-то херово разговаривают. То есть по количеству грамматических ошибок, которые они допускают в русском языке, понятно, что уебаны они просто по жизни. Мало того, смотрите, если мы с вами будем говорить свободно по-английски, по-немецки, по-японски, все равно терпил это только раздражает. Чем больше вы языков знаете, тем больше от этого бесятся терпилы, которые ни на одном говорить не умеют. Следующий вопрос. Так, симки по паспортам. Ну, смотрите мой блог на аннексии, там я это дело достаточно подробно объясняю. Мне кажется, что только после того, как у нас появятся нормальные суды, нормально будут работать законы, мы построим демократическое государство, тогда нахрен забирать все анонимные симки, когда мы будем понимать, что базы данных не продаются, что у нас, ну, нет вот этих левых вариантов с какой-то дурацкой рекламой. В общем, это делать надо после того, как мы построим нормальную страну. И тогда мы будем, как в Америке, как в Европе, уничтожать анонимные сим-карты. Просто для этого еще нет условий. Это нужно делать обязательно. Но это как-то несколько странно делать прямо сейчас, учитывая, что, возможно, у нас впереди следующий Майдан против Зеленского. И вот поскольку Зеленский наш президент, вот это меня категорически останавливает от того, чтобы убирать анонимные сим-карточки. Если это убожество руководить страной, значит, возможно, нам скоро опять придется выходить на Майдан и отстаивать свои гражданские права. И вот здесь анонимные сим-карточки нам опять могут понадобиться. Дальше. Так, не стоит катить бочку на пороха. Стоит, посмотрите, ребята, на любого президента, пока он президент, стоит катить бочку. Вы знаете, у нас достаточно долгие и очень сложные отношения с Петром Алексеевичем. Он неоднократно на меня обижался, в том числе публично. И я считаю, что это правильно. Ну, когда Петр Алексеевич творит херню, а все люди периодически творят херню, я поднимаюсь, в отличие от его окружения, которое вылизывает ему жопу, и говорю, Петр Алексеевич, вот это херня. А, ну, вот сейчас Зеленский наш президент. Ну, давайте оценим, кто оказался прав. Окружение, которое лежало ему в жопу, или я, который с ним постоянно ругался. По-моему, ответ очевиден. Ребята, как только президент делает херню, его нужно ругать. А священных коров давайте не возводить. Просто порох, с моей точки зрения, лучше, чем вот эта вот зеленая чебурашка. Потому что эта зеленая безмозглая чебурашка, она реально не понимает, кем она стала. Порошенко – это не лучший вариант, который можно себе представить. Просто он лучше, чем Зеленский, ровно настолько, вот насколько Ющенко лучше, чем Янукович. Я же не говорю, что Ющенко – это ландыш майский. Просто он лучше Януковича. А Порошенко лучше, чем зеленая чебурашка. Все. Ну, дальше. Так, пройдитесь по лексике зеленых. Чур меня чур, окститесь. Хуже, чем сами зеленые пройдутся по своей лексике, их уже никто не обстебует. Подождите, уродливее, чем уродливая лексика зеленых, мы даже не придумаем. Вот тут они сами себя хоронят намного эффективнее, чем любой стек. Почему автомайдан не выехал, не заехал? Ребята, автомайдан появился через 3,5 года урода Януковича. Когда это уебище 3,5 года издевалось над страной, оно создало условия, когда выехал автомайдан. Автомайдан не выезжает по команде. Он не выезжает просто потому, что хочется. Просто когда у людей уже нечем терпеть, он выезжает тогда. Он же не выезжает, знаете, по каким-то вот ситуационным моментам. Это когда горловое, наконец, переполнит, когда мы не сможем днем с огнем найти того, кто голосовал за зеленую чебурашку, вот тогда и выйдет автомайдан. Все. Смотрите, команду выйти автомайдану должен дать Зеленский. Потому что, знаете, кто принимал в наш автомайдан? Ну вот, который я организовывал. В наш автомайдан, тот единственный, который творил историю, принимало, в общем-то, не так много людей. В него принимал Янукович, Пшонка, Захарченко, ну и этот ФСБшник, который у нас СБУ заведовал. Если на тебя заводили уголовное дело, ты становился членом автомайдана. У нас удостоверения не было. Единственное удостоверение автомайдана, это уголовное дело, которое против тебя открыло власть. Все. Поэтому автомайдана нет. Так. Вот, кстати, по поводу проебов Пураха. Смотрите, то, что сейчас у Кличко пытаются отобрать вот это вот кресло главы администрации, это в том числе вина Порошенко. Это он должен был эту ситуацию в корне пресечь. То, что сейчас фактически вот эти вот идиотские электронные декларации, где любого оппозиционера за неуказанное 500 гривен могут закрыть в тюрьму. Вот смотрите, Белоцерковцев сейчас пытаются чмирить за то, что он там неделю или две с женой жил у своей тещи и не указал это в декларации. Вот за это сейчас будут сажать в тюрьму оппозицию. Простите, но раз уж вы меня так некоторые искренне считаете порохоботами, ну так давайте не забывать, что именно Петр Порошенко создал эту ситуацию. Это не снимает с него вины, но по-прежнему это не заставляет меня любить Зеленского. Потому что Зеленский сейчас, его окружение прежде всего нагло пользуется вот этими правтыками, которые сделал Порошенко. Дальше. Так. Дима Михайлов, вот он хочет, чтобы я показал и обсудил картину «Рожденный ползать». Вообще-то эта картина называется «Рожденный летать». Вот сейчас вы ее увидите у себя на экране, и я ее прокомментирую. Смотрите, вот справа мы видим, как на шарике, на веревочке. Вот этот вот змей поднялся в воздух, а снизу стоит павлин на поводке и смотрит наверх. Суть этой картины в том, что рожден летать не тот, у кого выросли перья из жопы, а тот, кто сумел подняться в воздух. Желание полета делает нас рожденными летать. Не важно, что по жизни у тебя перья, хвост, блин, и ты родился, блин, птицей. Полетел ты или не полетел. Потому что с нашими, блядь, уже, блин, птицами, на змей, надежда. Потому что рожденный летать тот, у кого получилось. Поэтому работа называется «Рожденный летать». Жизнь покажет, кто рожден летать, а кто ползать. Дальше. Заканчиваю. Фейсбук, мне пишут, для старпёров. Вот, значит, это самое. Ну да, кстати, обсуждаемо. Вы мне, пожалуйста, напишите, где лучше открывать страницу в Фейсбук, Телеграм, Инстаграм. Это обсуждаемо. Я бы хотел, чтобы вы мне это подсказали. Поэтому, пожалуйста, активно подписывайтесь на мой канал. Обсуждайте. Я иногда нахожу время и реально все это дело читаю. Посоветуйте мне, пожалуйста, где лучше с вами общаться в соцсетях, потому что я на распутье. Последние две темы. Почему? Вот мне тут хейтеры пишут разные. Почему я рассуждаю на темы, какие-то темы? Что там понимает художник? Ребята, во-первых, как художник, я нахожусь во многих музеях мира. Там и в Нью-Йорке, и в Москве, и в Киеве. Мои работы продаются в Лондоне на аукционах за достаточно большие деньги. Там пару раз были суммы в районе 15 тысяч долларов. Но для бедных украинских художников это неплохо. Значит, я действительно честный налогоплательщик. Я действительно давно заработал свой первый миллион долларов. Уже, наверное, и не первый. Так, если честно. Да, то я всегда, в отличие от пидораса Лещенко, платил налоги и не пытался в полцены озвучивать какую-то недвижимость. То есть я честный налогоплательщик, но, во всяком случае, относительно. В отличие от пидорасов, которые борются с коррупцией. И вы знаете, в этой мастерской, которую вы видите у меня за плечами, перебивали где-то процентов 90 украинских политиков. Тут был и Порошенко, и Турчинова, и Юлия Владимировна. Тут был и Артем Пшенко. В общем-то, да, там и Леша Азаров. Тут был и Ефремов. Да много тут кто были. Так вот, действительно, 20 лет я постоянно общаюсь с нашими политиками. Причем первого уровня. Причем не только с ними. Я с удовольствием общаюсь с той же Юлией Мостовой. Это, вы поверьте мне, это офигительный кайф с умнейшей женщиной страны, я думаю, самой умной. Реально часика полтора-два поговорить на разные темы. Это тебя действительно просвещает, поднимает и дает тебе массу информации. Так вот, ребята, уже даже некоторые технологи, политтехнологи и политологи иногда позванивают и спрашивают совета, потому что они знают, что с этими людьми я общаюсь намного дольше, чем они. 20-летнее, в общем-то, нахождение внутри украинской политики при всех властях дает мне отличное от среднестатистичного украинца понимание, что происходит вокруг. К сожалению, я не все могу озвучивать. Ну, собственно, поэтому мы и дружим с этими людьми. Но уже первый депутат от Зе-команды купил у меня скульптуру за хорошие деньги, потому что дни рождения никто не отменял. Смотрите, если вам интересно, я даже сделаю отдельный видеоблог по тому, что я делаю, что я рисую, что я леплю, как выглядит то, что продает Паярков самым богатым и успешным людям нашей и не только нашей страны. Потому что, нужно честно сказать, справедливости ради, меня, в принципе, кому продать, интересует в стране всего пара тысяч человек, у кого есть деньги большие, очень большие или охуительно большие, у кого есть возможность покупать мои работы. Поэтому, собственно, практически никто не видел, как танцует балерина Волочкова и как рисует художник Паярков. Оно не всем на самом деле нужно, но если вам это все-таки интересно, вот я сегодня вот эту одну работу покажу. Если кого-то зацепит, я увижу, что это реально людям нужно. Я увижу, что есть массовый интерес. Обсуждаемая вещь, я покажу, чем я занимаюсь, чем я зарабатываю деньги. Последний вопрос на этот раз. Мне вот говорят, что Зеленский не случайно, типа стал президентом, конспирологическая теория, что чуть ли не ФСБ это запланировало. Да нет, ребята, смотрите, будучи внутри давно, много лет, а я вам скажу, что случайно. До Нового года не было вообще решения, практически до ноября где-то, окончательно войдет Зеленский или нет. У них, в общем, окончательное решение, что он идет, созрело недавно. Зеленский и вообще вся эта команда не думали, что он станет президентом. Изначально они хотели, чтобы была фракция, контролируемая Коломойским, которая заводится в Раду. Президентскую кампанию они организовывали как раскрутку парламентской. Если вы вспомните, когда Зеленский на первом туре, вот он с дуру ляпнул, вот иногда они ляпают с дуру, что Зеленский, что Лиза Богуцкая. Они говорят с дуру то, что им недавно говорили. Он ляпнул, и это есть, кстати, видео. Вот мы проиграли, теперь мы идем на парламентские выборы. Он получил 30%, Порошенко 15%. Он сказал, мы проиграли и идем на парламентские выборы. Он проговорился. Ну вот как Лиза Богуцкая проговорилась. Им просто, вот они думали, как объяснить депутатам, вот почему Аваков должен остаться в правительстве. И вот они решили приколоться, и чисто по приколу сказали. А Порошенко, типа, вот он путь организовывает. Поржали. Но поскольку у Богуцкой, как и у Лещенко, хронически отсутствует чувство юмора, она вот реально с дуру и передала то, что, ну чисто по приколу им озвучили. Ну то и сказали, ну как, ну мы в принципе объяснить-то придуркам все равно не можем. Давайте пошутим. Они пошутили. А люди без чувства юмора тут же это начали писать в смс-ках. Но знаете, какие-то отсутствие чувства юмора, это не преступление. Дальше, когда они все-таки уже пошли на парламентские выборы, они совершенно искренне ожидали, что они наберут где-то человек 80-85 по мажоритарке. И они вели переговоры по коалиции с несколькими политическими силами. Опять, об этом не развешивали объявления на столбах. Но поверьте мне, я знаю, о чем я говорю, потому что я нахожусь внутри. Имена явки паролей я называть не буду, потому что мне этим людям продавать, продавать и продавать, продавать и продавать. Поэтому, конечно, я не все могу озвучивать, но если я вам чего-то уже говорю, то я за базар отвечаю. Не собирался Зеленский на старте становиться президентом. Конспирологическая теория, к сожалению или к счастью, не работает. Так что я знаю, о чем я говорю. Зеленский стал президентом, с одной стороны, случайно. Ну, для властных элит наших всех. Я думаю, что не случайно, как вот это, знаете, я атеист, но в данном случае скажу, как божье наказание. Потому что все наши политические элиты, которые поддерживали Зеленскому, которые противостояли Зеленскому, они все доигрались. Вот на самом деле они доигрались. Потому что они вот в этих вот своих перетягиваниях канатов друг между другом, они не поняли, как они заебали огромное количество людей. И вот ответственность за то, что Зеленский стал президентом на самом деле, равномерно лежит на всех украинских политиках. Вот я бы не говорил, кто больше виноват, там Петя или Юля. Потому что они оба настолько увлеклись пиздилкой друг друга, что им, блин, накидали полную банку голов. То есть фактически их обыграли в сухую. Но честно, давайте сейчас не изучать историю проеба, давайте оценим историю успеха. Потому что это грустно, но у Зеленского сейчас история успеха. И мой самый главный тезис еще со времен, когда выиграл Черновецкий. На меня очень тогда обижались мои все оранжевые друзья. Но я тогда озвучил тезис, что дурак всегда не тот, кто выиграл выборы. Опять, дурак может выиграть выборы. Или подонок может выиграть выборы, там как Янукович. Только вследствие того, что какие-то люди по недомыслию не смогли ему достойно противостоять. Поэтому, дорогие мои подписчики, подписывайтесь на мой канал. Расшаривайте, раскручивайте по максимуму. Потому что у нас будет с вами живой диалог. Если вам действительно хочется чего-то узнать, я с удовольствием вам это расскажу. Кстати, обращайтесь, пишите, что вы хотите обсудить. Я это могу обсуждать и в программе по Ярком Ньюс на прямом канале, и у себя на блоге. Я даю блоги на аннексию.нет. Подсказывайте, что вам интересно услышать от меня. И давайте вместе, спокойно, конструктивно бороться с той бедой, которая настала. Потому что скулить, жаловаться, нет времени. Нам надо решать вопрос. Вопрос жесткий, вопрос серьезный. Поэтому всем вместе. Поскольку вы уже сами анонсируете то, что нам идти на Автомайдан, возможно, вместе, то давайте уже общаться и солидаризироваться. Последнее. Блог по Авакову, который я проанонсировал уже несколько раз, просто не хватило времени его записать. Я это сделаю в ближайшее время. Наступный тыжден с синий. Обязательно будет трансляция прямо из Верховной Рады, как обычно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И я прошу, чтобы ни один, сука, хейтер, чтобы ни одна зеленая педрила не забывала меня ругать. Зеленые педрилы. Прошу вас активнее. Активнее. Потому что вы – это мое счастье. Ваша вонь – это доказательство моей эффективности. Воняйте чаще, гусья. Воняйте так, чтобы ваши глаза щипало. Во ваших влажных мечтаниях, пожалуйста, анонируйте на мысль, что вы когда-то кому-то можете дать пиздюлей. Потому что дурень, как то кажуть, думкаю богатее.